Привет, я Роман Самбалек, корреспондент Униан Москвы. Выборы завершились, участки закрыты. Опубликованы экзит-полы, и уже понятно, что победу на выборах одержала партия «Слуга народа». У них будет или полностью свое большинство, или, скорее всего, они пригласят в коалицию тоже партию новых лиц Святослава Вакурчука. Итак, поздравим нас с этим прекрасным волеизъявлением украинского мудрого народа. И будем исходить из того, что надежды наших людей, граждан нашей страны, будут воплощены в жизнь. И люди, которые получат, по сути, всю полноту власти, не разочаруют нас. Ведь произошло самое главное. По сути, с сегодняшнего дня Зеленский и его команда несут полную ответственность за будущее нашей страны. У них есть все полномочия, все возможности для того, чтобы расставлять своих людей на все должности. Исполнительная власть должна работать исключительно по указке Владимира Александровича. Вот такая у нас новая реальность. Кстати, по-моему, у нас еще не было, чтобы, по сути, было сформировано в Раде монопартийное большинство. Да, если Вакурчука и пригласят в коалицию, но его, скажем так, вес в этой коалиции будет не очень большой. Согласитесь, 44% и 5%. Ну, тут как бы все понятно, кто будет реально рулить. Однако, я корреспондент агентства Униан Москве. И в первую очередь хочу остановиться на российской реакции. И в отличие от президентских выборов, по сути, сейчас у Кремля был свой кандидат. А зовут его Виктор Владимирович Медведчук. Да, по какому-то совпадению он является кумом Владимира Путина. Российский зритель, очевидно, думает, что в оппозиционной платформе «За життя» исключительно один Медведчук. Потому что именно его показывают по российскому телевидению нон-стоп. Перед выборами он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге. Я делал отдельное видео по этому поводу. Была премьера фильма Стоуна о Медведчуке и Путине. Непосредственно накануне «Дня тишины» в пятницу обубликовали интервью Путина Стоуну о Медведчуке. Ну и, конечно, непосредственно в день голосования я узнал очень много интересного. Ну, во-первых, вот посмотрите на экран, как они представляют себе оппозиционную платформу здесь, в России. Кто у нас там первый номер? Юрий Бойко. А вот здесь кого мы видим? Чей лик, чей профиль мы наблюдаем? Правильно, Виктора Медведчука. 21 июля по российским каналам показывали масса сюжетов о том, какой гениальный у президента России кум. Вы знаете, что Медведчук у нас выступает против европейского популизма. Еще он не боится майданных ястребов. Также он является рупором простого народа и выступает против сведомой идеологии. Кстати, вот сегодня во время новостных эфиров, ну, скажем так, больше, чем обычно российские говорящие головы, ну, как бы иронизировали и издевались над украинским языком. В частности, они использовали слово «сведомый», хотя по-русски правильно говорить «сознательный» или «незалежно», а с таким пренебрежением, хотя по-русски правильно говорить «независимое». И таких моментов было очень и очень много. Кстати, Медведчук обещает на 50% снизить цены на газ. Кстати, я не могу понять, если у него кум Путин, президент страны, которая является, ну, чуть ли не одним из главных экспортеров газа в Европе. Почему нам предлагают только 50% скидку на газ, а, допустим, не 100% или, наоборот, доплачивать за использование российского газа. Но бог с ним. Еще Медведчук и только он обещает вернуть русский язык в школы. Ну и, конечно, только он знает, как по-настоящему остановить войну. То есть, вы понимаете, фактически в украинском парламенте будет, по сути, один человек, который будет являться де-факто наместником Владимира Путина в Верховной Раде. Но это еще не все. По сути, сегодня официально началась кампания в России по мочилову нового президента Украины Владимира Зеленского. Я вам когда-то говорил о том, что вот Зеленский говорит, что там надо Порошенко и кампанию иллюстрировать. Не там он смотрит, не там. Главная угроза как раз именно от этой оппозиционной платформы. Почему я говорю, что Зеленского по полной начали мочить именно сегодня? Ну, достаточно послушать мою подружку, которая пошла на повышение. Киев перебрасывает к линии фронта тяжелую артиллерию. В эфире Большие Вести. С вами Ольга Скобеева. Здравствуйте. И тебе привет, Ольга. Но вы почувствовали, что выражения, которые используются в российском телевизоре, нисколько не отличаются от тех слов, которые использовались во время президентства Порошенко. И да, Владимиру Александровичу хочется сказать Welcome to the club. Клуб президентов Украины, которых Москва будет мочить. А Путин жарды. Президент новый, правят старые радикалы. Ужас. Но по сути, российским пропагандистам можно брать старые сюжеты и просто менять фамилию Порошенко на Зеленский. Ну а дальше, как обычно, каратели, радикалы, хунта и так далее. Украине. Бандеровцев накрыли в Турине. На этой интересной истории останавливаться не буду. Тот, кто захочет, может посмотреть или ввести, или почитать историю, как каких-то итальянских нацистов или радикалов поймали с арсеналом оружия. Каждый может сам. Однако здесь, вы понимаете, подается все таким образом, что накрыли бандеровцев. Итальянских бандеровцев. И это, по большому счету, опять же, риторика, которая используется последние пять лет. Да, потом в сюжете там скажут, что полиция не обвиняет людей, которые воевали на стороне Украины. Но кому это важно? Ведь бандеровцев поймали в Турине. И в начале перемирия на Донбассе первая кровь. За несколько часов до начала бессрочного прекращения огня Киев открыл огонь по Первомайску. Я не знаю, кто по кому начал стрелять первый. Но я вижу утренние сводки, которые приходят с линии фронта. У нас снова погибшие. У нас снова раненые. Но здесь, конечно, об этом никогда не скажут. Потому что сколько бы тут ни кичились, ни рассказывали, что они кто там гарант Минских соглашений. По сути, это страна-агрессор. Да, и по видеоряду очень часто это видно. И именно таким мирным способом решили достучаться до президента Зеленского. Что он наконец прекратил войну на нашей земле. Если не ошибаюсь, когда Ольга Скобеева работала еще корреспондентом, она снимала на одной из уличных акций, по-моему, это был марш против запрета усыновления американцами российских детей. И у нее была такая фраза, что там люди пришли на акцию не с российскими флагами, а с американскими. Ну, вот, собственно говоря, вот здесь вы видите, что товарищи пришли с российскими флагами в украинских городах. И кто они после этого? Сейчас ВСУ вновь стягивают на юго-восток тяжелую артиллерию. Перемирие, о котором удалось договориться в Минске буквально три дня назад, сорвано официально Киевом. И это все при Зеленском. То есть, что хочет сказать российский телевизор? Не хочет, а говорит. О том, что Зеленский уже не выполнил свое главное обещание установить мир. Да, я не знаю, насколько можно вообще украинским настоящим политикам обещать мир, потому что от них, по сути, этот вопрос не очень зависит. Потому что главный повелитель пушек не находится на территории Украины. Я говорю как о свободной Украине, так и о территориях, которые оккупированы Российской Федерацией. Русский мир расширяет границу. Получить паспорт России по упрощенной схеме смогут не только граждане ЛНР и ДНР. Вот этого спича, мне кажется, должно быть достаточно для того, чтобы все миротворцы в Украине осознали, что никто с другой стороны не собирается мириться или тем более уходить из оккупированного Донбасса. Здесь уровень амбиции намного выше. Вся Украина и, кстати, как ни странно, в эфире на Россия-1 почему-то снова показали Виктора Владимировича Медведчука. Он рассказывал о том, как он будет в оппозиции Зеленскому, как он будет следить или требовать от него установить мир. То есть сдаться в это время. С другой стороны, на нас будут оказывать военное давление, а внутри, в Киеве, вот эти вот ребята будут нашептывать. Но можно же как-то по-другому. Зеленский не выполняет свои требования. Он такой же плохой, как Порошенко. На Владимира Александровича вешают лично всех российских собак, которые не так давно висели на Петре Алексеевичи. И это не совпадение. На этом все. Читайте Агентство Унион и подписывайтесь на мой YouTube канал. Все будет гаразд. Все будет Украина. Чао.